Неусаяк Польска, Польша, Православная Церковь борется с коронавирусом при помощи иконы Святой Воды. Вайчих Вайтасевич, Неусаяк Польска, Польша, 21 апреля 2020 года. Православные Церкви в России, Грузии, Белоруссии и на Украине отрицательно относятся к вводимым государственным руководствам ограничением, касающимся участия верующих в религиозных обрядах и церемониях. Священники считают, что пандемия – это наказание за грехи, в которых погрязла Западная Европа, в первую очередь, за гомосексуализм. В борьбе с вирусом они делают ставку не на изоляцию людей, а на иконы и крапила. В начале апреля по улицам Москвы проехал Мерседес в сопровождении полиции. В автомобиле находился патриарх Кирилл с иконой Богоматери, который стремился спасти Россию от пандемии коронавируса. Прямую трансляцию его поездки можно было увидеть по телевидению. Грузинские иерархи крапили улицы в Тбилиси святой водой, прогоняя заразу. В свою очередь, митрополит Минский патриарший экзарх всей Беларуси Павел крапил белорусскую столицу святой водой с вертолета. Радикальная позиция РПЦ. Это главная проблема, это позиция Православной Церкви Московского Патриархата, говорит аналитик Польского института международных дел, писем, Лукаш Ясина, Лукас Ясина. В Киево-Печерскую Лавру, православный монастырь в украинской столице, несмотря на введенные властями жесткие ограничения, продолжало приходить множество верующих. В плане мировоззрения Православная Церковь на постсоветском пространстве тяготеет к правому полюсу. В Европе их позицию могли бы назвать экстремальной. С одной стороны, они демонстрируют абсолютную лояльность государственному руководству, а с другой, яростно противостоят любого рода новинкам или либеральным идеям. Православные священники видят мир черно-белым. Православная Церковь в России крайне консервативна. Например, новаторским занятием она считает организацию благотворительной помощи детям. Священники также плохо переносят такие новинки, как ограничения, связанные с процессом причащения в период пандемии. Церковь уже не первый год принимает участие в пропагандистской кампании по критике Запада и его мировоззренческого либерализма. Звучат мнения, что морально деградировавшая Европа искусственно преувеличивает масштаб пандемии. Объезд патриархам улиц Москвы с иконой – инициатива понятная. Она вписывается в православные традиции. В ней есть положительный момент. Она демонстрирует, что ситуация имеет чрезвычайный характер, а обществу может помочь Бог. Это контрастирует с призывом некоторых священников продолжать принимать участие в богослужениях. Расхождение мнений на Украине по мере развития пандемии коронавируса в постсоветских республиках позиции отдельных церквей начало меняться, тяготея к большему здравомыслию. Так, например, на Украине и на пасхальные службы было решено впускать не более 10 человек. Автокефальная православная церковь Украины, обсудив ситуацию с властями страны, призвала верующих остаться дома и смотреть трансляцию богослужения по телевидению, говорит журналист портала РБК Украины Милан Лелич. В деревнях священники предложили освящать пищу перед домами жителей. Сложнее выглядит ситуация с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, которая относится к ограничениям негативно и не призывает прихожан отказаться от посещения храмов. Если окажется, что в пасхальное воскресенье они массово появились в церквях, можно будет ожидать резкого роста заболеваемости и усугубления сложной экономической ситуации в стране. Экономисты предсказывают, что грядущий кризис будет самым глубоким со времен того, который разразился после распада Советского Союза. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата долго не хотела признавать тот факт, что стечение верующих в храмы может стать толчком к росту заболеваемости, рассказывает аналитик Центра Восточных Исследований Вайчих Канончук. В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились почти 80 монахов, двое скончались. Через какое-то время люди сами настолько испугались за свою жизнь и здоровье, что перестали ходить в церкви. Еще несколько недель назад половина верующих заявляла о том, что собирается принять участие в пасхальном богослужении, в итоге число таких людей снизилось до 3%. Ограничение на посещение храмов в период, когда там не идет служба, правительство не ввело. Бескомпромиссная грузинская православная церковь официальные ограничения действуют также в Грузии, там запретили собираться группами больше трех человек. Исключение сделали только для церкви. В вербное воскресенье в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы собралась масса верующих. Они сохраняли соответствующую дистанцию, но принимали предчастие традиционным образом. Хлеб с вином им подавали на одной ложке. Грузинское руководство ничего не может поделать с бескомпромиссной позицией церкви. Премьер Георгий Гахария и президент Саломизу Робешвили призвали грузин остаться на Пасху дома и сказали, что сами будут следить за телевизионной трансляцией богослужения. Позиция грузинской православной церкви уже много лет остается очень прочной, говорит сотрудник Института России Восточной Европы и Гелонского университета Ян Бродовский. Ян Бродоуски. Это связано в первую очередь с высоким уровнем общественного доверия к этому институту и патриарху Илья-2, который считается одной из влиятельнейших фигур в стране. В этом контексте нежелание церкви прислушиваться к рекомендациям властей по поводу ограничения массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса не вызывает удивления. Если иерархи не изменят своего мнения, они могут спровоцировать открытый конфликт между церковью и государством, которого власти старались любой ценой сбежать. При этом если грузинская православная церковь не будет действовать конструктивно, рост заболеваемости может негативно отразиться на уровне доверия к ней общества. Особый путь Белоруссии иначе выглядит ситуация в Белоруссии. В начале власти полностью игнорировали существующую угрозу, но постепенно стали вводить некоторые, не слишком жесткие ограничения в перемещении людей. Белорусский экзархат Московского Патриархата на первых порах призывал верующих прийти помолиться за окончание пандемии, говорит Максим Руст, сотрудничающий с журналом New Eastern Europe. Священники подчеркивали, что болезнь – это творение дьявола и кара за грехи. Подобные тезисы звучали также на Украине, в России и Грузии. В начале апреля после визита в Минск представители ВОЗ позиции государственного руководства отчасти изменилось. Начали появляться относительно достоверные данные о количестве зараженных. На днях Белорусская Православная Церковь призвала верующих отказаться от присутствия на пасхальной службе, а находящихся в храмах – соблюдать дистанцию. При этом официальных ограничений количества участников богослужений не введено, пищу освещают под открытым небом, службы транслируют государственное телевидение. В Белоруссии, в отличие от других стран, люди продолжают нормально ходить на работу, а сектор услуг функционирует, как раньше. Власти опасаются, что остановка экономики может привести к глубокому кризису. Из-за бескомпромиссной и безответственной позиции православных церквей в постсоветских республиках после Пасхи количество заразившихся коронавирусом может там увеличиться. Это с удвоенной силой дарит по хронически недофинансированной системе здравоохранения и усугубит тяжелые положения экономики. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.